Здравствуйте, дорогие друзья! Я думаю, вы не раз сталкивались с такой проблемой, когда вы уже привязали крючок к основной леске, ловите на неё, вам попадается какая-то крупная рыба и у вас обрыв, и вы все грешите. Вот леска, леска, леска не крепкая, всё леска. Я немножечко хочу развеять этот миф, потому что в основном проблема вот здесь, именно в соединении крючка с леской. То есть, как вы привязали крючок. Вот это вот и есть главная проблема. С этим я столкнулся первый раз, когда рыбачил на дону. Я сейчас отобрал, по мнению интернета, одни из самых, получается, прочных, крепких узлов, которые там у них громкие названия. Всё это разложено у меня по порядку. Узел Паламар, потом узел Крафотский, если не ошибаюсь, потом штыковой я вязал, восьмёрка. Вообще, мне кажется, очень ненадёжный. Даже когда вязал, я что-то засомневался сильно, но всё равно сделал. И вот этот самый крепкий узел, говорят, что привязывают даже на морских судах, называется он как-то Хангман Кноф, как-то так, или Хэнгман. Ну, короче, вот такая вот штука. Всё это я покажу, естественно, на экране, как оно вяжется и название, поэтому можете не переживать. И давайте же проверим на разрыв. Будем мы проверять вот такими вот китайскими весами. Да, это не суперточные весы, но их вполне хватит, чтобы владеть небольшой информацией о том, насколько узел держит разрыв. Леска у меня здесь 7,5 килограмм на разрыв. Ну, как всегда, китайская у нас другой лески не бывает. Так что давайте проверим. Это узел у нас Паламар первый. Сколько он будет у нас держать на разрыв. Так, ну, я сейчас надену. Это, чтобы, когда он будет улетать, я его смог найти. Крючок. И давайте проверим на разрыв. Как видите, загорается. Видно прекрасно. Я сделал поводочки специально длинные, чтобы можно было намотать на руку. В принципе, сейчас мы будем с вами пробовать. Давайте пробовать. Килограмм. 2,200. Я думаю, вы видели. 2,200. Повторю обязательно в замедленном виде, чтобы вы могли убедиться. 2,200 и разрыв. Он прям оторвался. Леска, повторюсь, на 7,5. Вот вам и узел Паламар. Вот так вот он себя ведет. Оторвалось все. Давайте теперь второе. Это у нас Крафотский узел. Все вы увидите на экране. Как вяжется. Как что. Так. Ну, 2,200 это вообще, да? Я думаю, вы понимаете. И, конечно, тут много всяких факторов. Что рыба не будет так тянуть, как я тяну. Что это все в воде. Понятное дело. Там, может быть, это будет лучше. Может, будет хуже. Ну, то есть, вы должны все эти факторы учитывать. Но... Так. Что-то у нас. 20 грамм. Что он... Сейчас мы его... Не хочет, да? О, пошло дело. Так. Уже что-то клацнуло. Ну, я думаю, сами видели. 2,100, а также 2,200. На разрыв. Вообще ни о чем. Крючок аж вон. У меня хрен знает куда улетел. Крафотский узел. Потом я, естественно, скажу свое мнение по поводу всей этой богадельни. Всех вот этих вот узлов. Как я сам думаю. Как я сам считаю. Теперь узел штыковой. Вот этим вот узлом... Так. Опять что-то на 30 граммах. Он завис и все. А, ну он, короче... Понятно. Так. Штыковой. Вот этим узлом я очень часто пользовался. Я часто привязывал им снасть свою. Поэтому давайте посмотрим, как он себя поведет. Штыковой узел. Очень интересный узел, я бы сказал. И надо же еще немножечко учитывать, что некоторые узлы складывают леску вдвое. Другие не требуют этого. А только в ушко нужно продеть одну, получается, часть лески. И это все нужно учитывать. Так. Дело пошло. Вообще. Кило двести. Вы видели, да? И смотрите, что делает этот узел. Что он творит. Так. Я сейчас леску уберу. Наверное, он так не сфокусирует. Лесочка осталась на крючке. Надеюсь, вам видно. Прям возле ушка. То есть, он ее как бы отрезает, обрывает. И это не впервые. У меня так ушла где-то рыбка, наверное, килограмма на два. Может быть, даже больше. Было очень обидно. Поэтому запомните. Штыковой узел. Удобный узел. Вяжется быстро. Но я его сейчас использую там, где нужно ловить небольшую какую-то рыбку. Где-то до килограмма. Больше не стоит. Не стоит. Потому что удары сопротивления рыбы. Рыбацкая восьмерка. Ой, боже мой. Когда я ее вязал, я уже думал, что она какая-то грустная вообще получается. Хотя, написано это один из самых крепких узлов тоже. Не знаю, кто составлял этот топ. Кто вообще формировал это мнение. Наверное, участник форума вот этого. Но хочу сказать, наверное, человек в рыбалке вообще не разбирается. И бред полный сделал. Рыбацкая восьмерка. 900 грамм. Думаю, вы смогли ясно наблюдать, что 900 грамм – это ниже всех. Вообще просто всех. И у нас остался узел самый крепкий. Естественно, по заявлению нашего друга интернета. Это у нас узел Хангман Кноу. Если я правильно вообще его запомнил. Вяжется он очень интересно. Но насколько он будет крут, честно, не знаю. Но мне понравилось, как он вяжется. Вяжется классно. Требует всего лишь одну, получается, продетую леску в ушко. И очень такая качественная там завязка, типа петли получается. Так, давайте будем смотреть. Уже 1,4 кг, 1,5 кг, 2,200 кг, 2,300 кг, 2,400 кг, 2,600 кг с копейками. Ну, считайте 2,700 кг. Вот это узел действительно надежный. Так, на экране, как я уже повторялся неоднократно, вы увидите всю информацию по узлам и их названию, как они вяжутся. Кто для себя что-то пояснил, уяснил, можете выключать видео. Остальные оставайтесь, сейчас объясню. Я пользовался всегда узлом штыковым. После того, как я уже понял, что он очень ненадежный, я перешел на узел Паламар. Паламар очень хороший узел. Мне нравится, я сейчас им пользуюсь практически везде, но в нем есть небольшой минус. Это то, что леска складывается вдвое и продевается в ушко. Он очень простой, быстро вяжется, но не на все крючки. Допустим, на маленький какой-то крючочек он не подходит. Но он надежен, он примерно как Хангмэнкноу узел. Прямо мне он очень нравится. И он не подводил. Вот именно Паламар не подводил никогда. Карп 2700, по-моему, или 2600 в легкую вытащил. Никаких проблем не было. Поэтому, дорогие друзья, делайте сами выводы. Вот пять узлов. Я не знаю, почему в интернете еще до сих пор никто не испытал. Я буду первый, кто это, наверное, испытал узлы на разрыв. Понятно, что это не супер, получается, качественный тест, что весы могут быть неточные, леска может быть не та, хотя леска у меня новая. Много, очень много факторов. Но сами видите, результат отличается очень. Причем узлы некоторые разнятся. Восьмерка-то вообще у нас, как вы могли наблюдать, я не знаю, какую на нее. Наверное, на нее вот такую вот наживца рыбку ловить и все. И больше она ни для чего не способна. Это восьмерка. Так что берите на заметку. Самый лучший узел это Хангман Ноу. Мне понравился. Вяжется, конечно, немножечко сложновато, но я думаю, приноровится и будет все замечательно. И потом узел у нас идет Паламар. Тоже очень качественный. Я его использую и вам тоже советую. Меня не подводил. Еще не было ни разу, чтобы с его стороны был какой-то косяк. И штыковой узел тоже, в принципе, он подходит. Если вы собираетесь ловить рыбку где-то до килограммчика, его хватит с головой. Если там надо маленький крючочек ставить, вообще отлично. Поэтому ставьте тоже, не переживайте. Но знайте, что он на разрыв очень слаб. Все. Сейчас на экране вы видите таблицу разрывов. С какой силы какой выдержал узел разрыв. Всем спасибо, дорогие друзья, за внимание. Пусть ваш садок всегда будет полон. У вас будет замечательное настроение. Вы никогда не будете болеть. И, как говорится, время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok